Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ольга Шуман, владелец пекарни «Шуманс Бейкери». Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Всем добрый день! Я думаю, что уже многие рязанцы приметили вот эти аппетитные пончики, которые продаются во многих точках города. И многим будет интересно узнать, где это всё производится, где, из чего. Потому что сейчас люди стали разборчивы, да, и когда мы видим какие-то разноцветные поливки, какие-то непонятные посыпки, мы начинаем думать, а вдруг какие-то красители вредные, консерванты вредные, и иногда не покупаем. Если можно, расскажите, из чего делается Ваша продукция. Ну, прежде всего скажу, что мы открыли нашу пекарню в нашем городе, то есть это собственное производство. Используем только качественные ингредиенты, потому что был опыт работы с привозными европейскими пончиками, и мы знали их состав, то возник вопрос, а можем ли мы сами производить эти пончики в Рязани и использовать более натуральные ингредиенты. Оказалось, это возможно, и стали подбирать рецептуру, оборудование, профессионалов собрали в штат, и пользуемся услугами только проверенных поставщиков. Поэтому за качество и безопасность нашей продукции мы отвечаем. А как вообще родилась идея открыть именно пекарню? Эта идея нравилась всегда моему супругу, именно пекарня, выпечка. Ну, в какой-то момент я согласилась на такое предложение попробовать себя в качестве предпринимателя и открыть свою точку по производству булочек. Первоначально это были французские горячие пирожки, потом ассортимент все расширялся, и на тот момент мы работали с поставщиком пончиков зарубежных, и нам эта идея больше приглянулась по вкусу, и решили заняться именно этим направлением, потому что такого продукта в Рязани либо мало, либо своего собственного производства практически нет. И этим продукт и сложен, и интересен одновременно. Расскажите о вашем ассортименте. Понятно, что это пончики, но, насколько я понимаю, пончики все разные. Все разные. Помимо пончиков у нас еще три направления. Французское направление – это багет и круассаны, итальянское – это чабаты и пиццы, которые мы также можем доставлять в офисы на дом, как многие в Рязани. И также у нас направление русское. Недавно запустили линию по производству пирогов с начинками сладкими и не сладкими, то есть мясные, рыбные. Но это направление, так сказать, западное, да, то есть эта мода пошла из тех краев, это направление интереснее, и мы его развиваем более усиленно, потому что, ну, другие направления все представлены в Рязани, это уникальный продукт, необычный и вкусный, и качественный. Ассортимент именно пончиков очень разнообразен. То есть у нас есть пончики, как и без начинок, но это не значит, что он чем-то хуже от собрата, который с начинкой. Просто они разные по вкусу, по технологии, то есть разные используем. Глазури. Глазури вкусовые, то есть вишня, мята, банановые, то есть на любой вкус, да, либо классический вкус, это шоколадные, ореховые, то есть такие более классические вкусы, кто предпочитает. Но, конечно же, самое любимое и детьми, и взрослыми – это пончики с начинкой, потому что, ну, тут идет сюрприз еще начинки, да, то есть ее вкус отличается в основном. Можете видеть, да, глазурь клубничная, а внутри крем банановый. Это один из самых любимых нашими покупателями пончиков. Скажите, вот покупатели, насколько, не знаю, их привлекают, вот именно пончики, действительно они пользуются спросом? Спрос есть на данный продукт, потому что он красив, первонаперво, да, он приносит не только вкусовое удовольствие, но и как бы эстетическое. Это выглядит весело, задорно и модно, да. Популярность есть, но и в тот же момент есть трудности, связанные с продвижением нового продукта, потому что у всех представление еще того самого советского пончика, да, он более масляный, жирный, тесто совершенно другое, он был без глазури, то, конечно, здесь вот надо заново переосмыслить, да, понятие пончик, вот именно тот. Это уже другой продукт, и он, ну, на порядок выше, интереснее, богаче вкус и цвет. Наверняка многие сладкоежки, глядя на это чудо, думают, что это очень калорийно, и наверняка девушки многие отказываются, потому что боятся испортить фигуру. Ну, это, конечно, как и любое другое кондитерское, да, угощение – это калорийно. То есть не буду говорить, что это диетически, нет. Потому что здесь молоко, здесь в глазуре сахар, то есть все это так, да, масло. Поэтому также вот если арахис – это калорийно. Но я не думаю, что это как-то повлияет на фигуру, да, если это, ну, устраивать себе иногда такой праздник, да, то есть ничего страшного. Если питаться только пончиками, ну, это, естественно, нанесет ущерб фигуре. По поводу праздников, не за горами Новый год, может быть, Ваша пекарня готовит какие-то специальные предложения для покупателей? Новый год мы уже готовы порадовать. Вот, например, пончик мята, да, вот такой голубой, он сейчас уже перевоплотился, он был иным, сейчас он раскрашен под снежинкой. То есть такие сюрпризы еще планируются. Плюс мы проводим часто очень именно в празднике акции, то есть приятные цены. Участвуем во многих мероприятиях, как если и в торговых центрах «Ночь шопинга» мы принимаем активное участие. Так и был вот праздник на День города, улица Доброты. Мы были рады поучаствовать в этом мероприятии и угостить наших покупателей вот таким чудом. Ну, а реально, допустим, если человек захочет украсить Вашими пончиками свой праздничный стол, именно вот заказать, да, чтобы Вы под заказ сделали то, что хочет клиент? Да, заказ – это реально. То есть мы разработаем, например, выберем, какой человек хочет глазурь, вкус, фактуру даже, да, там, рожицы или какая-то своя тематика. Потому что бывают случаи разные. Это может быть подарок на день рождения, на свадьбу, то есть на любую. Были случаи, что у нас заказывали торт из пончиков, то есть это такая интересная альтернатива стандартному торту. Плюс она также очень удобна, потому что не нужно разрезать. И выстраивается целая гора пирамиды из пончиков, украшается свечками, флажками, то есть очень интересный десерт. Говоря о Вашем ассортименте, Вы сказали, что можно заказывать на дом, да, там, какие-то пироги, пиццы, пончики, я так понимаю, в том числе. То есть можно просто позвонить по телефону, и Вам вот всю эту красоту привезут на дом? Да, сейчас до этого момента у нас был заказ, человек приходил в торговый центр «Алина» и заказывал уже на месте, какие нужны пончики, сколько, в каком количестве и к какому дню. Сейчас у нас этап разработки доставки, то есть есть уже номер, и мы надеемся, то есть сейчас мы осуществим полноценную доставку, то есть и пончики в том числе. Оль, сейчас для наших телезрителей можете назвать номер? Вдруг кто-то заинтересовался и уже спешит записать? Номер 407-400, то есть и доставка, я думаю, уже в декабре будет доступна в полной мере. 407-400. Ну и давайте, наверное, скажем, в каких торговых точках в городе Рязани можно Вашу продукцию приобрести? Да, приглашаем Вас в торговый центр «Алина», это основная точка, потому что там представлены и хлеба, и пончики, и пицца, то есть весь ассортимент, все, чем мы живем и занимаемся, все представлено в торговом центре «Алина». Также в торговый центр «Виктория Плаза», «Большой выбор», и с недавнего времени в торговый центр «Круиз». Приглашаем. Ольга, спасибо Вам огромное, мы нашу программу заканчиваем, безумно хочется попробовать, поэтому мы поторопимся. Спасибо Вам, приятного аппетита. Всех желающих мы приглашаем в названные торговые центры, и именно там Вы можете приобрести вот такие вкусные аппетитные пончики. Ну, на этом наша программа подходит к концу, желаю Вам всего самого доброго, до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»